Тайны нового времени Трагедия доктора Фаусти 30 мая 1593 года осталась в Лондоне незамеченной. Кристофер Морло был внешне привлекательным молодым человеком с обыкновенным лицом и небольшими усиками. Если уж кого он напоминал, то молодого Шекспира. К тому же они были ровесниками, а может Морло выходец из куда более состоятельной семьи. Получил отличное образование в Кембриджском университете, но испортил в себе репутацию настолько, что университет отказался присвоить ему степень бакалавра. Оказывается, Кристофер часто пропускал лекции и пропадал на месяцы неизвестно где. К тому же он постоянно участвовал в драках, дуэлях и потасовках, отличался вспыльчивым характером. А в тайный совет королевы Елизаветы поступали доносы о том, что Морло высказывает склонность к католичеству. Сохранились документы заседания тайного совета, где разбиралось дело обыкновенного студента Морло. Совет постановил следующее. Обвиняемый вел себя правильно и благоразумно, чем сослужил добрую службу его величеству. И, что очень важно, постановление тайного совета кончалось такими загадочными для непосвященными словами. Действия мистера Морло не могут быть поставлены под сомнение теми, кто не осведомлен о том, чем он занимался. Светить из слов часто от лучки из-за голоса студента приведет другое значение. И тут на сцену выходит версия, к которой придерживаются многие серьезные историки. Кристофер Морло был весьма важным шпионом Англии. А как таковой, он обязан был маскироваться под врагов в отчаянной борьбе католиков и протестантов. Он выступал как тайный католик. В те годы тайную секретную службу королевы Елизаветы возглавлял талантливейший разведчик и преданный королевин вельможа сэр Фрэнсис Олсингем. Его нововведением были группы резидентов при дворах всех европейских монархов. Олсингем был циничен и изобретательен. В 1588 году разведчики Олсингема разузнали планы Филиппа Испанского, который послал к берегам Англии непобедимую армаду, и помогли ее погубить. Удалось это добиться, кстати, и потому, что кроме резидентов, сэр Фрэнсис подготовил особую группу тайных курьеров, умных, смелых, пронырливых разведчиков, умевших пробиваться сквозь любые кордоны, чтобы быстрее доставить в Лондон важные сведения. Вот к числу таких концов и относился молодой поэт и драматург, прогульщик университетских лекций Кристофер Марлова. Иначе, как понимать, последние строчки постановления тайного совета. Но и после окончания университета Марло продолжал вести буйную жизнь, не раз попадал в темные истории. В 1589 году он даже на некоторое время угодил в тюрьму за участие в кровавой драке. Но из тюрьмы его скоро выпустили, и он снова исчез из Лондона. К тому времени в театре с успехом шли его первые пьесы, из которых особой известностью пользовалась трагедия «Тамерлан-Вилли». В 1593 году политическая обстановка вновь осложнилась. Испания снова стала угрожать вторжения. По Лондону носились панические слухи о католическом загоре. Полиции, добровольцы, патриоты стали прочесывать город, проводя обыски в подозрительных домах. В том числе наградули и в дом молодого драматургу Томасу Киду, другу Кристофера Марло. Конфисковали все рукописи и дневники Кида и узнали страшную весть. Ведь ни он, ни Марло не были католическими агентами. Но они обсуждали вопросы христианства. И Марло, оказывается, не признавал того, что Иисус Христос был воплощением Бога. Это было страшным преступлением. И как раз недавно одного из студентов сожгли на костре за подобное вольнодумство. Кида признался в том, что Марло был еретиком. Мгновенно было выписано в орденную арест. Марло посадили в тюрьму. Но на следующий день выпустили сэра Фрэнсис. Об этом лично позаботился. Кристофер Робби сообщили, что он будет вызван в суд в ближайшие недели. И тогда произошла загадочная история. Через 12 дней после вызова в суд, агент Марло пришел на свидание с другими агентами. Время места было выбрано тщательно. Среда, утро, гостиница вдовой Элеонор Булл в предместье Лондона Дептфорд. Собутыльника было четверо. Их связывала служба в разведке. Они посидели в комнате несколько часов, прежде чем началась драка. Спутники Марло объяснили, что она была вызвана разногласиями. Кому платить по счету? Марло якобы кинулся на собутыльника и два раза полоснул его ножом. Тогда собутыльник выхватил у Марло кинжал и зарезал поэта. В последствии из книги в книгу будут переходить фразы «Марло погиб в пьяной драке». Поэта быстро похоронили, а убийцу отпустили, так как он зарезал Марло в пределах допустимой обороны. Причем собутыльник приходил в суд, значит, раны его были незначительные. Кажется, что эта странная смерть молодого драматурга была подстроена тайной разведкой, которая хотела избавиться от агента, опасного больше для своих, чем для врагов. Разведке не нужны были еретик и забияка. К тому же Марло мог знать нечто такое, о чем всем хотелось бы забыть. Любопытно, что существует весьма стойкая теория о том, что Марло и есть Уильям Шекспир. Основывается она на убеждении, что провинциальный актер, не получивший достойного образования, не мог знать всего того, что знал Шекспир. И уж, конечно, не мог написать ни одной трагедии. Ровесник Шекспира Марло подходил на роль великого драматурга куда лучше, чем другие претенденты, как, например, Фрэнсис Бэйкон, философ и писатель. Ведь начало карьеры Шекспира как раз совпадает с концом жизни Марло. Так что можно допустить, что Марло с дружками заманил в гостиницу какого-то прохожего. Того убили, а поэт сменил имя. У этой теории есть сторонники, потому что Марло, в отличие от Шекспира, закончил Кембридж. Принадлежал культурному семейству, был знаком с английской знатью и побывал за рубежом. Смерть Марло – еще одно доказательство того, что художнику и поэту нечего делать в тайный развед. Это плохо кончается. Ну вот и все. Так написано в книге Кира Булычева «Тайны нового времени». Глава называется «Шпион Марло». Он слишком много знал. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok